Предоставляю вашему вниманию обзор среднего немецкого танка Panzer V, или как в простонародье его назвали, Пантерой. Он выделяется среди своих коллег по цеху тем, что у него очень хорошая лобовая броня под прекрасным углом, даже более надежная, нежели у американского Шермана. У него 75-мм орудий КВК-42, который вполне пробивает своих коллег по цеху, но не способен пробивать некоторые тяжелые танки противника, которые очень хорошо держат удар от таких стволов. Сейчас я вам наглядно продемонстрирую, как эта пушка способна пробивать врага. Мы имеем тут М4А2 Шерман, который пробивается достаточно легко, но снаряд пролетел в башню, которая немножко отвернута, и поэтому без труда, естественно, мы его пробили. В лобовую проекцию же пробивается достаточно тяжело, так же, как это делал Штук в первом обзоре. Ну, а сейчас посмотрим, насколько эта пушка будет действена против его старшего собрата. Ну, вот, как мы могли увидеть, так же в башню пробил без труда, а башня, между прочим, тут абсолютно не повернута, и что привело к возгоранию данного танка. Ну, и вот старший брат Пантеры, Тигр. Посмотрим, как он. Он держит удар достаточно хорошо, даже несмотря на то, что мы стреляем в его уязвимое место. Ну, вот, со второго выстрела, и Тигр тоже сдался. И сгорел. Сгорел. Сделаем вывод, что 75-мм орудия Пантеры достаточно хватает для того, чтобы нещадно карать вражеские танки. В Панзер-5 Пантера очень сильно напоминает и внешне, и по некоторым характеристикам советский танк Т-34. Именно по его аналогам немцы сделали эту машинку. Ну, отличаются они, разве что, более совершенной лобовой броней Пантеры, но платит Пантера за этим более низкой маневренностью и достаточно посредственно для среднего танка скоростью. Но броня Пантеры действительно достаточно крепкая, самая крепкая среди средних танков и держит удар даже некоторых тяжелых танков. Сейчас я вам это наглядно продемонстрирую. Сначала сделаем первые три выстрела из М4А2 Шерман из его 75-мм орудия. Первый выстрел угодил в башню, естественно, башня не пробивается таким слабым орудием. Второй выстрел угодил как раз в нижний бронелист, который также не пробился. Ну и третий снаряд тоже не нанес никакого урона Пантере. Сейчас берем 76-мм орудие М4А3 Шерман, посмотрим, насколько снаряд окажется хорош по сравнению с броней этого немецкого зверя. Первый выстрел угодил как раз в поднище и не нанес никакого урона танку. Второй выстрел угодил по птицам и тоже, естественно, только напугал нашего испытуемого. Нет, как мы видим, абсолютно никакого урона не нанес данный танк Пантере. Ну и, естественно, Тигр с его 88-мм орудием без труда пробьет лобовую проекцию Пантеры. Однако нет, 88-мм снаряд не пробил. И даже вторым выстрелом. Вот что значит крепкая броня, что аж даже 88-мм снаряд не пробивает Пантеру. Вот это да. И башня, естественно, как мы можем увидеть, тоже урон не пропускает. Но, естественно, если долго мучиться, что-нибудь получится. И с 4-го, 5-го выстрелов Пантера окажется повержена. Но, опять же, я хочу сказать, непробитие происходило за счет того, что Пантера была немножко довернута и стояла немножко таким ромбом. Поэтому снаряд не влетал в проекцию танка и пришлось стрелять по нему несколько раз. Если бы Пантера стояла прямо, то Тигр с первого, ну или со второго выстрела точно бы поразила этот танк. По динамическим характеристикам этот танк нельзя сравнивать с его коллегами по цеху, потому что он является не чисто средним, а средне-тяжелым танком. Поэтому по скорости он достаточно серьезно уступает и Т-34, и Шерману также. Но за счет того, что у него очень тяжелая броня, его можно использовать несколько по-другому. Ну, подведем некоторые итоги. Что мы имеем на этом танке? Отличная лобовая броня, достаточно неплохая маневренность. Но для среднего танка, опять же скажу, что она очень и очень плоха. 75-мм орудие, которое установлено на этом танке, достаточно нещадно карает противника, и поэтому его достаточно хватает для того, чтобы нести неприятелям зло. Ну, в общем-то, это все, что можно сказать про данный танк. И, естественно, он не обделен минусами. Это плохая динамика, это незащищенная кормовая часть, куда могут прилетать, и коктейли молотова, и граната, и уничтожать данный танк. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. Играйте только в самое лучшее, и используйте свои танки по назначению.